Одежда есть на детей, ведь дети – цветы жизни. О самых беззащитных жителях полуострова поговорим с нашими коллегами на прямой связи со студией Анастасия Крапивина. Доброе утро. Как заботятся о несовершеннолетних сиротах в Евпатории? Доброе утро, коллеги. Сегодня в нашей Евпаторийской студии мы обсудим один из самых наболевших вопросов для всей республики. Это выделение квартир льготникам и в первую очередь детям-сиротам. На самые актуальные вопросы нам сегодня ответит Оксана Полищук, начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав. Оксана Дальна, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, как у нас обстоят дела в принципе с очередью? Сколько очередников в этом году? На сегодняшний день у нас сформировалась очередь в количестве 142 человек. Она каждый год, ежегодно возрастает. Право на включение в список имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без религийского попечения, а также лица из их числа, а также лица, которые достигли уже возраста 23 лет и не реализовали свое право. В формировании идет на это заявительное право, да, обращаются законные представители детей-сирот, если речь идет о детях, по достижении ими 14-летнего возраста. Ранее в государстве, ну, скажем так, в федерации не существовало единого подхода, но он появился в апреле прошлого года в связи с выходом постановления правительства по формированию списка, который четко прописал порядок формирования этого списка на все территории Российской Федерации, порядок включения и исключения из списка. И такие вопросы, как перемещение по территории Российской Федерации, когда из одного субъекта ребенок переезжает в другой субъект и не утрачивает свое право на приобретение жилого помещения. На территории республики совсем недавно начал действовать закон, согласно которому все-таки выделяют квартиры детям-сиротам. Расскажите, сколько квартир уже выделено? Ну, мы действительно в правом поле, да, мы находимся фактически с 15-го года, и в 15-м году первые ребята получили жилье. Говорить, что они дети уже не стоят, потому что они ожидали, в свою очередь, достаточно долго. И сформировалась вот эта задолженность еще в украинский период. И пять счастливчиков в 15-м году получили вот первые жилые помещения. Переданы они были им по договору специализированного найма на пять лет, и этот год у нас будет тоже первым, когда мы сможем по итогам прошедшего периода понаблюдать, все ли благополучно у них, ни у кого не возникли какие-то жизненные обстоятельства, которые являются препятствием заключения договора социального найма, когда мы можем отдать им квартиры с последующей приватизацией, то есть в собственность. То есть могут быть причины, согласно которым квартира не придет в собственность? Да, законодательно предусмотрено, что если лицо оказалось в трудной жизненной ситуации, ну что может быть в трудной жизненной ситуации? Это не очень благополучный образ жизни, когда накапливается задолженность. То есть то жилое помещение, которое передано, не сохраняется должным образом, не поддерживается, не оплачивается. Возможно, это и осуждение в отбывании на наказания местах лишения свободы, когда он не находится и не проживает в данном жилом помещении. Неправильное его использование. То есть для этого мы вот по истечению этого срока анализируем, наблюдаем, актируем и, в общем-то, коллегиально принимаем такое решение. Но один раз там по истечении пяти лет вымыть квартиру это не так сложно. А есть ли какие-то комиссии, которые выходят в течение этих пяти лет на объекты? Ну, в принципе, мы, да, мы наблюдаем за ребятами, которые получили тяжелое помещение в муниципальном образовании. Мы с ними контактируем, они часто взаимодействуют сами, когда возникают какие-то вопросы, ну, жилищные, заключение какого-то договора с какими-то поставщиками услуг или еще что-то. То есть мы всегда на связи, вот, поэтому, в общем-то, знаем, как у кого протекает жизнь, навещаем их. И, в принципе, я так думаю, что основная группа, получившая жилое помещение в 2015 году, они успешно перезагрузят этот договор и, в общем-то, могут получить это жилье. В том случае, если нет, то на сегодняшний день закон позволяет нам пересматривать этот срок неоднократно. И если на очередной пятилетний срок, в общем-то, проблема не будет реализована, возможно даже ставить вопрос о выселении из данного жилого помещения с условием предоставления, ну, скажем так, не то, что более худшее, но уже с условием, допустим, там, предусловленными жилищными кодексами. Это не обязательно 25 квадратных метров, как положено детям-сиротам, правильно? Конечно, это уже будет, возможно, комната в общежитии, то есть более худшие условия. Ну, расскажите, какие у вас планы на 2020 год? Ой, ну, планы у нас всегда, как говорится, большие, да? И все-таки каждый год мы рассчитываем на то, что мы будем набирать обороты, и количество квартир приобретаемых будет увеличиваться. И действительно так, в прошлом году это было 4 жилых помещения, мы получили деньги из федерального, из республиканского бюджета на приобретение жилых помещений. В этом году эта сумма действительно возросла, и количество квартир тоже возросло. То есть мы планируем в этом году приобрести 7 жилых помещений и их распределить получателем. Спасибо вам большое, Александр, потому что ты рано к нам пришли, ответили на все вопросы, которые, я думаю, волнуют не только их патрицов, но и жителей всего полуострова. И мы, конечно, надеемся, что очередь будет сокращаться, и квартиры будут выделять все больше и больше, и, конечно, финансировать это все и за счет республиканского, и за счет федерального бюджета. Ну, а на этом наше время заканчивается. Коллеги, я передаю слово вам. Большое спасибо, Настя. Желаем вам только хороших вестей, продуктивного рабочего дня, хорошего настроения. Ну, а нашим телезрителям хочу напомнить, что на связи была Евпатория и журналист Анастасия Крапивина.